У многих жителей Соликамска до сих пор не укладывается в головах, что теперь за тепло в батареях придется платить около 4-5 тысяч рублей. А если и заплатишь, на что жить? Именно это сейчас волнует пенсионерку Людмилу. У меня нету просто денег таких, чтобы мне заплатить такую сумму. Поэтому разделила. Но сейчас за тот месяц придет, мне опять придется делить. На 8 тысяч пенсии я что могу сделать? У меня вообще не остается денег на еду. Теперь из обычной потребительской корзины придется исключить молоко, яйца о фруктах. И речи быть не может, говорят пенсионеры. Ведь помимо теплоэнергии нужно заплатить и по другим счетам. И кажется, изменить ситуацию сейчас нельзя, ведь это постановление правительства Пермского края. После утверждения постановления 822-П, оно вступило в силу в конце октября, 24 октября, если быть точнее. И поэтому начисления за услуги отопления всем гражданам, у кого нет общедомовых приборов учета, были произведены в квиточках за октябрь месяц. Кажется, с такими нормативами соликамцам придется смириться, ведь кому нужен долг, измеряемый в тысячах рублей. Но прежде чем оплачивать счета, жители хотят узнать ответ на один важный вопрос. Постановление на новые нормативы с повышающим коэффициентом опубликовано 12 октября. В законную силу вступило еще позже, а за октябрь люди получили платежки уже по новому расчету. Мы сделали официальный запрос у министерства, ждем официального ответа. На сегодняшний день есть информация от министерства, что уже есть проект постановления правительства Пермского края, в котором будет написано, что данное постановление распространяется на право отношения с 15 сентября 2015 года. Поспешишь, людей насмешишь. И вообще, насколько такая спешка с новыми нормативами была нужна и законна. Этот вопрос сейчас пытаются решить и в прокуратуре нашего города. На сегодняшний день прокуратурой проводится проверка в данном направлении. Запрошены документы в МУПРЦ, которые как раз и производят начисление платы. Результаты будут несколько позже. Позже, это примерно в конце ноября. И как нам в беседе рассказала Елена Валерьевна, в прокуратуру поступают звонки от целикамцев с вопросом, что делать и можно ли писать заявление в органы. Писать стоит, но не людям в погонах. Вообще, если у жителей города имеются вопросы или сомнения по поводу начисления платы за вообще любой коммунальный ресурс, за любую коммунальную услугу, данными вопросами занимается инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. Даже если вы напишите заявление в прокуратуру или полицию, оно все равно будет направлено в жилищный надзор. Написать заявление с просьбой проверить правильность начисления в ГЖИ вы можете двумя способами. По интернету, зайдя на сайт жилищного надзора Пермского края и выбрав в правой колонке защита прав граждан, заполнить соответствующие графы и составить заявление. И второй способ проверить законность начисления вам коммунальных платежей можно, отправив обычное письмо почтой. Сделав все правильно, в течение 30 дней вам должны ответить. Чем бы не закончилась прокурорская проверка, ситуацию с установкой общедомового прибора учета все же стоит взять на контроль. Ведь впереди Новый год, но переход в 2016-й означает не только зимние каникулы, но и вновь повышение нормативов.